МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О результатах действительно говорить еще рано, потому что нам выставят их только 28 числа. Но поскольку мы уже проверили и устную, и письменную часть экзамена, а это значительная составляющая всего единого государственного экзамена, это 40% того, что дети выполняют, то на сегодняшний момент я бы немножко пессимистично сейчас звучала, хотя я очень хочу, чтобы мои прогнозы не оправдались, но на мой взгляд, что в этом году будет чуть ниже оценка по письменной части и по устной части. С чем это связано? Сложно определить. Но поскольку мы готовим детей, то есть мы учим предмет иностранный язык в школе, то первое, что приходит на ум, это не очень хорошая подготовка в школе, естественно. Второй причиной, на мой взгляд, является распространение языковых центров, и родители уповают на них почему-то гораздо сильнее, чем на школьных учителей, что напрасно совершенно они делают, и языковые центры, к сожалению, не обладают тем качественным квалификационным потенциалом преподавателей, которые могли бы подготовить конкретно к этому экзамену. То есть качество у них все не такое, как в школах, то есть качественно они хуже? Нет, конечно, они хуже. Они ниже. Я не хочу сказать, что они хуже знают язык, но преподавать язык и готовить к единому государственному экзамену, равно как к любому международному экзамену, это совершенно разные вещи, разные алгоритмы работы. Вы же, зная русский язык, не беретесь учить русский язык, верно? И готовить ребенка к сдаче единого государственного экзамена. Поэтому это разные совершенно вещи. Школьные учителя, по крайней мере, городского округа нашего, они готовы гораздо лучше к этому. Я бы на месте родителей доверяла им гораздо больше, чем они сегодня делают. Вот вы оговорились о том, что, точнее, сделали оговорку о том, что если, скажем так, не оправдаются прогнозы, то есть, ну, такие чуть-чуть пессимистичные, они могут все-таки не оправдаться, да? Ну, я надеюсь, что нет, потому что я не могу говорить за все. Мы проверили 990 работ, поэтому какой средний будет результат. Просто я видела, насколько много у нас, скажем, есть нулевых оценок. А это всегда не очень хорошо, и поэтому я боюсь, что она будет чуть ниже письменной части, чем в прошлом году. Что весьма странно, кстати, потому что 10 лет уже экзамену, это ничего нового в нем нет, и много лет не меняется задание письменного экзамена. И, казалось бы, они уже должны быть готовы, дети, они прекрасно все это знают. Но проблемной является область функциональной неграмотности, мы ее называем таким образом. То есть ребенок понимает, читает, понимает все слова, знает, но он не может выделить ключевое слово и делает ошибки в решении коммуникативной задачи. Вот это странная ситуация. Значит ли это, что упрощают, может быть, педагоги, или дети для себя упрощают? То есть им достаточно какого-то минимального разговора уровня? Второе. Вот второе, о чем вы говорите. Да, да, да. То есть для них достаточно примитивное решение задачи, это уже является решением задач. А что касается вообще интереса к английскому языку для школьников, интерес сохраняется на протяжении последних лет? В этом году как? Ну, я бы сказала, что да, правда, в этом году у нас чуть-чуть меньше сдавало единый государственный экзамен, где-то в районе 500 человек. Обычно у нас бывает 600 и бывали в 700. Но зато девятиклассники в этом году почти 900 человек записались и сдавали. Вот, на мой взгляд, это очень даже серьезный интерес, потому что через два года это потенциальные наши абитуриенты, выпускники. И если за два года у них сохранится интерес вот этот к языку, который они сегодня высказали, я буду очень рада. Другой вопрос, что в основном-то это ведь город. Очень хорошо работает с языком. Ну, город Барнаул, естественно. Очень неплохо работает Бийский-Бийский район. Там достаточно сильные и центры, и мы с ними очень плотно сотрудничаем постоянно. И все. У нас огромное количество районов просто не сдают единый государственный экзамен. Давайте вернемся немножечко к началу нашего разговора. Вы сказали о том, что учиться лучше в школе английскому языку. А тем, кто уже закончил школу, ну, энное количество лет назад, где лучше учить язык? Тем, кто закончил школу энное количество лет назад, если вам нужно учить для себя язык, вот для совершенно бытовых целей, что, в принципе, наверное, более распространено на сегодня, у нас много языковых центров. Вот это они делают хорошо, вот это они делают неплохо, их много. Я вот недавно делала анализ, ну, наверное, где-то недавно, в ноябре, мне нужно было посмотреть, какие языковые центры существуют, какие языки, чтобы как-то проследить динамику и так далее, посмотреть, кто как готовит. Я насчитала 64 языковых центра в городе Барнаулей только. Поэтому, собственно, в любое можно пойти место. Правда, я сейчас не делать не хочу никому рекламу из этих центров, но, на мой взгляд, я бы выделила, ну, буквально до пяти центров, которые, наверное, действительно квалифицированно подготовят. Хорошо, хорошо. Спасибо большое, Надежда Павловна. У нас в гостях была председатель краевой предметной комиссии по английскому языку Надежда Широкова. Учите язык. Субтитры создавал DimaTorzok